Всем привет! Меня зовут Никита Кислов, я тренер по плаванию. Если вы помните упражнение Шторм, на первый взгляд оно кажется супер легким, но на самом деле оно супер тяжелое. И после него многие люди попросили, Никита, дай еще какое-нибудь крутое упражнение. В общем, у нас сегодня супер упражнение, которое не все сделают. Погнали! Суть упражнения довольно простая. Для упражнения нам понадобится обычная резинка. Это медицинский жгут, он продается в аптеке за 100 рублей. Он такой длинный-длинный. Наша задача обрезать из него такой кусочек и связать узлом. И этот жгут мы будем надевать на ноги, на щиколотки. Дальше наша задача будет просто проплыть кролем. На самом деле кажется, что это очень легко, плыть кролем и не работая ногами. Но по факту это очень тяжело. Сейчас я расскажу самые главные ошибки, которые будут у нас возникать. Первое. Из-за того, что ноги будут у нас связаны, они будут падать на дно, тянуть их вниз, и мы будем вставать вертикально. За счет этого нам будет очень тяжело плыть. Поэтому с помощью этого упражнения наша цель выровнять корпус, постараться надавить себя вперед грудью, чтобы мы плыли максимально вперед. Второй совет. Старайтесь как можно дальше догребать рукой. Чем длиннее вы дотянете руку, тем больше вы себя вытянете вперед. И третий совет. Не чистите и не плывите за счет силы рук. Потому что через 25 метров, даже через 50 метров, ваши руки устанут ввести этот якорь за собой. У нас не получится. Но если мы поймаем правильное положение, если мы будем делать длинные грибки и вытягивать себя вперед, то упражнение пойдет на пользу. Также еще один совет. Не забудьте вращать корпус. Чем больше вы будете скручивать корпус, тем лучше вы будете винчиваться и продвигаться вперед. Если вы чувствуете, что через 50 или 100 метров вы устали и уже не можете плыть, значит вы плывете неправильно. Положение тела у вас неправильно. А если вы можете преодолеть дистанцию 300 или 500 метров этим упражнением, значит с корпусом у вас все нормально. Сейчас я сам пойду и выполню это упражнение в воде, чтобы вы посмотрели, как оно исполняется. Ребята, обратите внимание, что мы стараемся дотягивать руку назад как можно дальше. Также мы вращаем корпус. Мы абсолютно никуда не торопимся и наши ноги не падают вниз. Постарайтесь немножечко себя придавить грудью вперед и чуть-чуть напрячь спину, чтобы ноги не опускались. Ищите баланс вашего тела, ищите то положение тела, в котором вам это упражнение плывется максимально комфортно. Не переходите на большую частоту грибков и большое усилие для грибка. Старайтесь грибок делать размеренно и правильно. Друзья, если у вас получилось проплыть этим упражнением 500 метров, значит вы правильно держите свой корпус и чувствуете баланс тела. Если же нет, это значит о том, что ваши мышцы слабы и их надо немножко качнуть. По ссылке в описании мой курс по сухому плаванию, где мы прокачиваем все мышцы, которые необходимы плавцу. Переходи, регистрируйся и прокачивай свое тело. Ну а на этом все. Это был Никита Кислов. Школа плавания SwimRocket. Пока-пока!